Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот до этого я говорила о перцах и о томатах, потому что мы традиционно всегда высеваем перцы и томаты в более ранние сроки. Сейчас хочу поговорить об огурцах, потому что наступает уже тот период, когда пора, скоро мы начнем выращивать рассаду для теплиц, то есть тепличные огурцы. Я высаживаю очень много различных сортов огурцов, но сегодня я хочу поговорить именно о стопроцентном тепличном сорте это зазуля. Ее знают все, этот сорт. Современные огородники очень активно и давно используют парники и теплицы, чтобы получить урожай как можно раньше. Вот специально для закрытого грунта создано множество сортов. Селекционная работа постоянно продолжается. Вот эти огурцы у нас тоже для закрытого грунта, но огурец зазуля это признанный традиционный стопроцентный тепличный сорт, который известен. Он 30 лет назад его как вывели, вывели наши отечественные селекционеры. Он не сдает позиций и также любим многими садоводами из года в год его выращивают, но вместе с другими конечно сортами. Вот для получения раннего урожая для салата идеальный салатный сорт. Подходит для большинства регионов, но если у вас теплица, то в теплице подходит для любого региона. Он может выращиваться и в открытом грунте, но стабильно высокие урожаи он все-таки дает в теплицах и под пленочными укрытиями. Зазуля это именно тепличный сорт. Это гибрид раннего срока созревания. Вот у меня в этом году я купила простую белую пачку. Но какую бы вы не купили зазулю, я вот хочу показать. Вот зазуля украинские семена, зазуля наша гавриш. Это все та же самая зазуля тепличного типа. Вот я вам показала специально, это конечно снимок с интернета. Это скорее всего какое-то производственное объединение, не частное, потому что видно, что посажена, ну как теплица какая-то, производственная теплица. Вот этот сорт зазуля на протяжении многих-многих лет, во времена, в советские времена, использовался как тепличный урожайный сорт. Каждая теплица, которая была не частная, вот такая, на продажу производственная, выращивала только зазулю. Почему? Потому что он очень урожайный. Во-первых, Во-первых, это гибрид раннего срока созревания, можно уже через 42-48 дней после посадки начинать сбор урожая. Если в начале, в начале плодоношения он дает небольшую, вот как написано, 8-16 кг с квадратного метра, то через месяц будут образовываться новые-новые завязи, набирают обороты. И с одного квадратного метра можно собрать до 20 кг плодов. Для чего вот этот снимок я вам приготовила, чтобы показать. Смотрите, чем он удобнее. Его не нужно формировать в куст. Видите, как густо посажено. Если бы были другие сорта огурцов, у которых сильно нарастают пасынки и нужно формировать куст, то такое вот производственное, вот такое выращивание загущенное, никак, ну невозможно было бы. Здесь видите, как он посажен. Он как идет вверх и никаких проблем. Все плоды, вот, кстати, это фотография, как такого раннего, еще маленького. Вот сначала у них не очень много, потом он чем взрослее, тем больше, больше плодов. И в конце концов он будет весь увешан плодами. И что еще удобно? Он удобно, как товарные у него, видите, он весь одинаковый, как на подбор. Очень редко кривыми бывает, очень редко уродливые. Плод вырастает длиной 14-24 см, массой от 150 до 300 граммов. Это очень важно при получении раннего урожая, то, что у него большая масса плода. 200-300 граммов, это большой хороший огурец, с которого можно сделать полностью салат. Форма огурцов цилиндрическая, иногда с небольшим изгибом, вот чуть-чуть он может быть с изгибом, но кожица тонкая, насыщенного зеленого цвета и со слабо выраженными бороздками и редкими бугорками. Видите, он какой, ну чуть-чуть там бугорчатый. Плоды долго сохраняют товарный вид, не перерастают. И вообще он на внешний вид, вот кто занимается торговлей, они очень красивые, такие стандартные плодики, видите все. Они могут быть более выражены, попырышки, могут быть менее выражены, это зависит от возраста. Ну и от условий может быть, но всегда они все почти одинаковые. Дальше, что нужно еще знать. Эти огурцы, конечно, очень хороши в свежем виде для салатов. Для солений, хоть вот здесь на пачке и написано, что подходит для соления все. Но я врать не буду, в засолке, конечно, лучше выбирать в засолку вот такие мелкоплодные, такие как корнишонного типа. Вот эти длинномеры, конечно, лучше для салатов. Хоть здесь и пишутся на пачке, и хорошо хранится, и можно солить. В засолке он все-таки не так хорош, как вот те мелкоплодные. Они быстрее, чем те сорта другие, становятся мягкими. Исключением составляет, ну, рецепт быстрого маринования. Когда вот малосольные делать огурцы, идеальный вариант. Пожалуйста, сделайте малосольные, скушайте в течение 3-4 дней. Это вполне уместно. Хранить собранные огурцы тоже можно в холодильнике несколько дней. Но длительного хранения такие плоды не выдерживают, потому что у них очень нежная кожица, они не толстокорые. И они как иссыхают, могут сдрябнуть. Кусты у этого огурца, у этого сорта, слабоплетистые. Они практически не образуют пасынков, и это упрощает наш уход за ними. А цветки частично портонокорпические, не требуют опыления насекомых. Это очень важно для выращивания раннего урожая. Когда у нас пчел еще мало, и если брать, например, какой-то пчелоопыляемый гибрид, то он даст меньше, конечно, плодов. У зазули почти каждый цветок заканчивается плодом. Растения сильно рослые, и для нормального развития нужно высаживать не более 2 штучек на квадратный метр, но можно 3, не больше. Огурцы этого сорта неприхотливы, отзывчивы к подкормкам, без ущерба для роста переносят перепады температур. Именно поэтому их весной многие люди выбирают. Но все-таки у них есть, конечно, свои недостатки. Вот к достоинствам обычно относят ранние сроки созревания, простота в уходе, отсутствие необходимости пасынкования и отсутствие привлекать насекомых, опылителей, неприхотливость и устойчивость к заболеваниям. Но к недостаткам можно отнести, некоторые люди относят, что обильно плодоносят только в защищенном грунте, в открытом у них снижается урожайность. И также к недостаткам относят не очень хорошие засолочные качества. К достоинствам также высокая урожайность, если в теплице, нежный вкус плодов. Достоинств, конечно, у него больше, чем недостатков. Вырастить зазулю можно двумя способами. Сейчас я покажу свою, как я рассадным. Я всегда выращиваю рассадным способом. Почему? Потому что высаживать даже в теплице можно только в конце мая. Если мы высадим в конце мая семенами, то мы получим только через 40 дней, это в средине июля урожай. Если мы вырастим рассаду, высаживаем ее в срок 25-30 дней, то мы уже получим в июне первые огурчики, свежие, хрустящие. Вырастить зазулю можно двумя способами. Посеять сразу в грунт или через рассаду. Рассадный способ, конечно, он займет немного побольше у вас времени труда, но позволит получить крепкие растения в самые ранние сроки. Еще хочу напомнить, что огурцы зазуля это гибридный сорт, поэтому не пытайтесь вырастить урожай из собственных семян. Семян они почти не дают. Они очень долго сохраняются зелеными. Никаких вот таких семенников, как сортовых, вы у них не увидите. Они просто будут увеличиваться в размере, будут висеть зеленые даже несколько месяцев. Но для теплицы, все вы знаете, чтобы посадить огурцы, выбирает обычно солнечный участок. Почва должна быть легкой, плодородной. За качеством почвы нужно следить. Если у вас бедная почва, добавляйте перегной. Накануне посадки обеззараживать. Можно раствором марганцовки, можно раствором медного купороса за неделю до посадок. Если вы будете высаживать рассадой, то как выращивать рассаду, у меня есть отдельное видео, сейчас это очень долго, я не буду рассказывать. Вырастили рассаду, вот появился один-два листика. Срок 25-30 дней. Теплица должна быть прогрета. На расстоянии 30-35 сантиметров делаете луночки и методом щадящей перевалки вытряхиваете из стаканчика, заглубляете в такую в рыхлую луночку, в удобренную, присыпаете. Все, у вас урожай, вот такой, через рассаду зазули, будет на месяц раньше, чем при посеве семян. Все, если сеять семена, то обычно сеют по несколько семечек в луночку, чтобы не оказались лунки пустые, потом прореживают, оставляют по одной. Все. Ну, что еще про зазулю сказать? Она очень, этот сорт очень прост в уходе. И чтобы она давала обильный урожай, нужно несложные правила соблюдать, такие же, как и всегда. Огуречные плети обязательно подвязывать к опорам, потому что он будет очень высокий. Междурядья пропалывать, чтобы были чистые от сорняков, и немного, неглубокое рыхление нужно в лунках, чтобы все-таки кислород поступал к корням. Растения на протяжении всего сезона обильно поливать, чтобы не пересыхало, и проводить подкормки минеральными удобрениями и органикой. Все, раз в 3-5 дней снимать урожай, потому что частые сборки стимулируют образование новых огурчиков. Стоит, хочу запомнить, ой, напомнить отдельно, что огурцы зазуля очень требовательны к влаге. У них же большой плод. Плод на 96% состоит из влаги. Им нужно постоянно пересыхание, непродолжительная даже засуха, снижает количество завязи. Все, поливать нужно их хорошо. И если вы будете поливать, подкармливать, полоть и прорыхливать, то у вас будет очень хороший урожай вот этих огурцов. Эти огурцы, вот зазуля сорт, можно смело рекомендовать и начинающим, и опытным. Неприхотливость, высокая урожайность, очень длительное плодоношение до заморозков. Делают этот сорт одним из самых-самых популярных. Спросите у любого опытного садовода, огородника. Каждый из них хоть раз в жизни зазулю выращивал на своем участке. У меня вот зазуля выращивается в течение 30 лет. И каждый год хоть один-два кустика, но я сажу. Все, до свидания. Постаралась как можно быстрее и как можно больше дать информации. Это сорт зазуля для теплиц. Очень урожайный, очень неприхотливый. Посадите, кто не пробовал, попробуйте хоть один или два кустик. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Субтитры создавал DimaTorzok